Сегодня я хотел бы эфир провести по так называемым валютным резервам страны, о которых заявил Такаев, что якобы у страны есть 90 миллиардов долларов, которые благодаря мудрейшей политике Ельбасе сформированы и у нашей страны, и никакие кризисы не страшны Казахстану. Вот, собственно, я хотел бы сегодня подробно рассказать, есть ли вообще эти деньги действительно в нашей стране, и они действительно принадлежат гражданам Казахстана, или все-таки не нам принадлежат. Ну, во-первых, я хотел бы объяснить, что когда речь идет о так называемых золотовалютных резервах страны, и сумма 90 миллиардов долларов, по версии властей она складывается следующим образом. Около 60 миллиардов долларов это национальный фонд, как его называем, нефтяной фонд, и около 30 миллиардов долларов это средства национального банка. Так вот, уважаемые друзья, средства национального банка, вот так просто сжигать и раздавать его на разные помощи, населению, ну, не знаю, выдавать какие-то пособия, все прочее, в принципе, по законам страны запрещено. И поэтому эти деньги, они могут в большей степени быть направлены на поддержание денежной и кредитной политики, собственно, это курс тот самый национальной валюты. Ну, конечно, национальный банк может и кредитовать, в частности, министерство финансов, правительство Казахстана, бюджет страны. Но в любом случае, десятилетие, которое сейчас, ну, скажем так, с момента независимости, если быть точным, существования независимого Казахстана и именно независимого национального банка, национальный банк, он не может и не тратил никогда деньги прямо на различные социальные проекты. Поэтому давайте мы эти 30, почти 30 миллиардов долларов отодвинем. Итак, получается уже не 90 миллиардов, а 60, почти 60. В реальности они сейчас, не помню, на февраль месяц озвучили данные, что порядка 59 миллиардов долларов. Итак, давайте поймем, а есть ли вообще эти 59 миллиардов? Ну, наверное, вы знаете, что все ведущие страны мира, и не только ведущие, средненькие, разные, объявили о своей программе помощи как населению, так и бизнеса. Даже самые такие страны, которые, ну, балтийские страны, в частности, не имеющие никаких валютных резервов, они объявили тоже о своей программе помощи. И ни одна страна в мире, вот просто ни одна, не объявила о том, что собирает деньги у населения. Вот просто я не знаю ни одной страны, я внимательно слежу за всеми странами мира. И в этом смысле Назарбаев оказался исключением. Вчера он хвастался, что у нас 90 миллиардов долларов, был период, доходило до 100 миллиардов долларов, а тут раз, начал с протянутой рукой ходить среди наших нищих и бедных граждан, заставлять, чтобы однодневная заработная плата перечислалась в некий фонд, и он там, на самом деле, на пеньках усилиями своих близких родственников нагнал 41 миллион долларов. Это Тимур Кулебаев, его жена Динара Кулебаева, ну и там ряд Булат Назарбаев, что называется, скинулись, на кухне посидели, скинулись, набрали 41 миллион долларов. Но не забывайте, что состояние одного Назарбаева оценивается свыше 200 миллиардов долларов. И вот спрашивается, если у нас денег действительно много, то зачем Назарбаев так позорился по всему миру, единственная страна мира, которая попрошайничала у собственного народа? Это просто наталкивает на мысль, что или денег нет, или фонд, который существует, называется фондом национального благосостояния, то есть это предполагается, что эти все ресурсы принадлежат всем гражданам страны, ну и значит там денег нет, или этот фонд на самом деле принадлежит не народу, а самому Назарбаеву. Вот давайте мы поймем, есть ли там деньги, первое, второе, а действительно ли этот фонд принадлежит народу. И в качестве справки заранее я вам хочу сказать, что все решения по распределению средств из этого фонда принимает единолично Нурсултан Назарбаев. Там он собрал вокруг себя исполнителей, создал видимость, что они тоже участвуют в управлении, но вы прекрасно понимаете, что единственный человек, который принимает решения, это Нурсултан Назарбаев. Это что называется вам, пока я буду вести эфир, чтобы вы подумали, принадлежит ли это нашей стране. Итак, мы говорим, что в национальном фонде 59 миллиардов долларов, и тем не менее Назарбаев просит деньги у нашего нищего населения. Давайте поймем, а вообще есть ли деньги в этом фонде. Я посмотрел, зашел, отчет Национального банка, это публичная информация, вы можете зайти и убедиться в том, что я говорю. И начал изучать, есть ли эти деньги, куда они инвестированы. Ну, во-первых, порядка чуть более 28 миллиардов долларов арестовано по искам молдавского бизнесмена Анатолия Стати. Он выиграл в шведском арбитраже порядка 530-550 миллион долларов несколько лет назад. Иск против правительства Казахстана. Правительство Казахстана все эти годы с ним судится. И шаг за шагом Стати арестовал имущество в виде вот этих денежных средств, в частности, разных активов, которые принадлежат Самрук Казахстана, на сумму более 28 миллиардов долларов. То есть, получается, из 59, вот эти 28-29 миллиардов можно вычеркнуть. Остается 30. Да, министерство юстиции заявляет, что вот они там борются много лет. Чтобы вы понимали, эта борьба обходится в нашей стране свыше сотни миллионов долларов. Это там, наверное, как минимум 200 миллионов долларов потрачено, пока шла эта борьба. И чтобы вы понимали, что этой борьбой, так называемой, руководит некий министр Бекитаев, министр юстиции, который создал разные там юридические прокладки, и они через них качают деньги. Ему выгодно, чтобы это долго-долго судились, и деньги отмываются и уходят. У него там есть в одном иностранной, в одной крупно известной международной юридической компании подруга, и она там содержится за счет средств государства. Он ее туда интегрировал. Я потом отдельно готов выставить публикации, где все об этом озвучилось. Это не просто разговоры. То есть, там создаются куча всяких прокладок. Министерство юстиции через эти прокладки борется с Анатолием Стати, теряет десятки, сотни миллионов долларов. Но это теряет страна. А министр юстиции вместе с Каримом Масимовым, потому что такого рода деятельность и операции прямо даются добро Карима Масимова, который получает как бы добро от Назарбаева. Ну, Назарбаев просто докладывает, он говорит, хорошо, боритесь. Типа, мы не отдадим эти деньги. То есть, помимо этих 550 миллионов долларов, там, конечно же, вы понимаете, там десятки миллионов долларов идут на судебные процессы, нанимаются адвокаты, там существуют прокладки, и деньги отмываются в такой борьбе, так называемой. Ну, представьте себе, что этот актив на самом деле украл у Анатолия Стати Тимур Кулебаев. У него были месторождения в Казахстане, у него был там завод. Все это отмел Тимур Кулебаев. Этот актив оценивался свыше полутора миллиард долларов. Еще Казахстану повезло, что всего лишь проиграли около 550 миллионов долларов, которые до сих пор никто не заплатил. Но вы представляете, что если на безызвестного Анатолия Стати было потрачено столько средств, то сколько же средств потрачено на меня? Только по официальным данным на 2014 год было потрачено свыше миллиарда долларов на мое судебное преследование. Но не считая межгосударственные соглашения с Англией на 80 миллиардов фунтов, с Францией куча договоров подписано, с Испанией, и со многими странами везде что-то обещают, лишь бы шло преследование. Ну с Россией было подписано масса соглашений с таможенным союзом, договаривались с Путиным, и все это пшик. Высший суд Франции все это отбросил и сказал, что это сфабрикованные обвинения, и одним словом были потрачены огромные государственные деньги на мое преследование. Вот всем этим руководит министр юстиции Бекитаев. Когда сотни миллионов долларов идут на борьбу разные юристы во всех разных странах, там у него разная система прокладок. Эти деньги государства туда попадают, часть попадает западным юристам, и они отмывают десятки миллионов долларов в свои карманы. И в этом участвует, конечно, и Карим Масимов, вместе с министром юстиции Бекитаем. Вы его слушали, очень невнятное объяснение по поводу ареста этих 28 миллиардов долларов Анатолий Стати, молдавским бизнесменом, все время мычит, говорит, что мы докажем, мы уголовное дело возбудим, но все время проигрывает, проигрывает, проигрывает. В промежутке они заявляют, что якобы они освободились под ареста 22 миллиарда долларов, но мы никаких судебных решений не видели. Итак, свыше 28 миллиардов долларов, считайте, нет. 59 минус эти 28, вот вам 30 миллиардов долларов, которые якобы остались в национальном фонде. Теперь, уважаемые друзья, еще из этого национального фонда, если вы зайдете на сайт национального банка и откроете, то увидите, что национальный фонд финансировал некие госкомпании. Это Холдинг Байкерек, это Самрук Казана, и вот только официальные данные показывают, что там пропало только вот недавно. Я смотрел по итогам 18-го года, конечно, и в 19-м еще, отсчета я еще детального не видел, там 696 миллиардов тенге. Это свыше 2 миллиардов долларов туда ушло, но вы прекрасно знаете, что попадает в руки государственных квази-компаний, так называемых, там пропадают, еще и эти компании несут убытки. Это и железная дорога, многомиллиардные убытки, которые покрываются займами с пенсионных фондов, это и банк развития, где финансируются убыточные проекты, это я вам говорю только о верхушке этого айсберга. Вот минус 2 миллиарда, еще раз убирай, остается 28. Итак, 28 миллиардов, ну вроде неплохие деньги, почти сумма равная годовому бюджету страны. Ну тут я, кстати, вынужден вас огорчить, потому что основные средства, инвестированные разные бумаги, ценные бумаги, так называемые, ценные бумаги западных структур, которые торговались на международных рынках, и до этого кризиса, до последнего, они действительно были ликвидные, из них можно было, ну их можно было продать, заложить и получить деньги. Но это было, скажем так, совсем недавно. Вся ситуация изменилась. Дело в том, что в связи с тем, что наступил финансовый международный кризис, еще из-за развития коронавируса, из-за того, что цены на нефть стремительно падают, эти бумаги начали обесцениваться. Ну, собственно, как вот тенге. Вчера это был курс 382, сегодня официально 446. Ну, в реальности вы знаете, что цена тенге еще ниже, значительно, и будет ниже. Так вот, эти бумаги тоже на международных рынках начали обесцениваться. И вот теперь, если Назарбаев решит взять, эти бумаги продать, эти бумаги он продаст, может быть, 20-30% от реальной стоимости. То есть, захочет он на 28 миллиардов продать бумаги, ну, соберет он, наверное, ну, 20% 5-6 миллиардов. То есть, там, с живыми деньгами, которым он хочет инвестировать в экономику, ну, наверное, можно собрать 5-6 миллиардов. И то большой вопрос. Потому что под залог этих цены на бумаг, он может пойти, куда взять кредиты? В западных, в каких-то крупных банках. Но западные банки сейчас 100 раз подумают, скажут, так, подожди, ладно, они стоят там 100 долларов, ты хочешь получить хотя бы 20 долларов на них, да, я тебе дам. Но, скорее всего, не дам. Почему? Потому что каждый день стоимость бумаг понижается и понижается и понижается. И еще не предел. С 1 апреля цены на нефть еще раз обвалятся. Сегодня цена ушла до 23 долларов за баррель. Совсем недавно, на прошлой неделе, она была в районе 30. Видите, на 20% фактически за неделю упала. Это влияет на все бумаги, их цена падает. Соответственно, вот представьте себе, осталось 28 миллиардов, и Назарбаев, может быть, получит живыми деньгами миллиардов 6. Ну, даже если 10. Больше 10 миллиардов он их не получит. Но эти бумаги, которые он положил в залог, он их может полностью потерять. И так мы говорим, окей, за эти бумаги можно получить порядка 10 миллиардов долларов. Максимум, не более. Получается, что в национальном фонде есть не более 10 миллиардов долларов. И давайте теперь скажем себе, правду, в национальном фонде не более 10 миллиардов долларов. Реальный денег, который вот сейчас можно вложить в экономику страны. Но, вы должны знать, что каждый год у этого национального фонда подписано соглашение с правительством о том, что национальный фонд каждый год дает 2.7 триллиона тенге. Это по текущему курсу ну, где-то приблизительно около 6 миллиардов долларов. Деньги еще не даны. Там около 500 миллиардов в начале года выплатили. Свыше 2 триллионов тенге еще нацфонд денег не отдал. Вот порядка 5-6 миллиардов долларов деньги должен отдать в этом году национальный фонд. Тогда из 10 мы отнимем эти даже 5. Будем считать, что нацфонда останется 5 миллиардов долларов. Теперь следующее. Вчера в воскресенье между прочим вышло заявление правительства озвученное министром Абаевым о том, что правительство будет инвестировать 10 миллиардов долларов и он извинить ошибся 1.8 триллиона тенге эти деньги правительство возьмет в национальном фонде. Он так заявил. А вот оставшиеся свыше 2 триллионов они уже якобы заложены в бюджете страны. Он откровенно лгал, потому что бюджет страны не закладывался на этот кризис с коронавирусом, на низкие цены на нефть и не закладывали, что будут финансировать 10 миллиардов долларов на эти программы. Их не было. Поэтому в бюджете такие деньги не были заложены. То есть фактически так называемые 10 миллиардов долларов они должны быть взяты из национального фонда. А я вам сейчас показываю, что в национальном фонде то денег не будет. То есть эти ценные бумаги, они хоть и у них в балансе написано, что столько-то миллиардов, 28 миллиардов арестованы, из 30 я показал, что там вообще ничего не остается. То есть нужно брать 10 миллиардов из бюджета страны, в смысле из национального фонда, а в национальном фонде этих денег нет. Но это еще полбеды. Итак, мы говорим, 10 миллиардов долларов это деньги, которые правительство обещает профинансировать, бизнес и какие-то меры поддержки населения. Раз. Порядка 5-6 миллиардов долларов это обязательство национального фонда инвестировать в бюджет страны, чтобы бюджет мог выполнить свои обязательства перед гражданами. Это бюджетные работники, это образование, все прочее. Вот вам порядка 16 миллиардов долларов. Теперь смотрите, бюджет страны закладывался из расчета 55 долларов за баррель. Но сейчас 23. На днях будет меньше 20. Еще две недели пройдет, цена упадет до 15 долларов за баррель. И получается, что бюджет страны верстался, что цена на нефть 55. И исходя из этого собирались профинансировать все расходы образование, здравоохранение, все другие расходы. Но этого же не будет. Я произвел расчеты, что в реальности минимум 10 миллиардов долларов в бюджет страны не досчитается. Потому что если они закладывали цены 55 долларов на нефть, а нефть будет там 20 и ниже, то ясно, что огромная значительная часть доходов в нефть неном секторе бюджет не придет. Раз. Во-вторых, когда происходят общие стагнации мировой экономики, сейчас все ведущие страны мира объявили карантин, они прекращают работать, не формируется спрос на бензин, то есть сейчас избыток нефти на мировых рынках, теперь люди прекращают покупать машины, одежду, все прочее, они в основном покупают только продовольствие. И получается, все сектора, кроме продовольствия, они останавливаются, и они прекращают платить налоги, бюджет страны, и все. И плюс, это к чему приводит? Начинает, меньше начинает производить предприятие, которое производит сталь, потому что меньше автомашин выпускается, практически даже автогиганты остановили свои производства по всему миру, все мировые автогиганты прекратили. Очень многие предприятия, которые занимались производством народного потребления, не связанные с продовольствием, тоже фактически остановили свое производство или уменьшили. Значит, наши предприятия, карагандийский металлургический комбинат, ArcelorMittal, Balhash, Gizkasgan, который производит медь, цинковые предприятия, одним словом, все предприятия, которые производят сырье, их продукт на мировых рынках будет меньше спросом пользоваться, соответственно, цена упадет. И получается, если цена падает, меньше доходов поступает от этих компаний в бюджет страны, наш бюджет страны еще раз проседает. По самым скромным расчетам, я вижу, что минимум 10 миллиардов долларов бюджет страны потеряет. Это порядка 30 и даже больше процентов годового республиканского бюджета. Итак, прибавляем, 6 миллиардов это трансфер, приблизительно около 6 миллиардов долларов, из национального фонда бюджета страны. 10 миллиардов вы видите, они обещают профинансировать бизнес и меры поддержки, это уже 16. 10 миллиардов будет дырка в бюджете страны, 26 миллиардов. Видите, 26 миллиардов это дырка, это размер целого годового бюджета страны, это прямая дырка, но и это не страшно. Вот представьте себе, в связи с тем, что наши люди, по сути, сели на карантин, города закрылись, бизнес зажался, у людей нет возможности обслуживать свои кредиты. 7,7 миллиона человек, 7 миллионов 700 тысяч человек сейчас будут не в состоянии обслуживать свои кредиты, они не смогут заплатить проценты. А что сделало правительство? Она просто дает возможность некоторым бизнесменам, перечисляются кому, а срочку на 3 месяца. А какая разница? 3 месяца пройдет, на 4, 5, 6 месяц нужно платить в 2 раза больше процентов. А как можно заплатить, если общее падение экономики, карантин, доходы упали, выручки нет, то есть вы понимаете, что такого рода помощь это как мертвому припарки, то есть бизнесу никакой помощи не будет, только хуже будет от такого вида помощи. И так даже при том всем без этой помощи правительство объявляет, что якобы 10 миллиардов долларов выделит, не выделит, нет источников. Получается следующее, раз так, раз бизнес испытывать будет трудности, раз физические лица будут иметь большие проблемы по выплате кредитов, то банки начнут нести убытки. Банки, если будут нести убытки, они не смогут заплатить депозиты. Вот вы положили свои депозиты в банки, разные суммы, кто миллион, кто больше тенге, положили в банк. Теперь у вас возникает угроза, что банк окажется не в состоянии заплатить вам ни проценты, не вернуть вашу сумму, вы понимаете, потому что банку, в свою очередь, не возвращают 7 миллионов 700 тысяч населения, не могут обслужить проценты, бизнес тоже не может, чтобы эту цифру знали, 20 триллионов тенге, это размер кредитов, которые выдали банки физическим лицам и юридическим лицам. Теперь смотрите, если бизнес начнет испытывать трудности, а он 100% будет испытывать трудности, то банки начнут падать. Допустим, что из 20 триллионов банки не получат от клиентов половину. Ну, в реальности ситуация будет хуже. Это 10 триллионов тенге. 10 триллионов тенге по текущему курсу это приблизительно 20 миллиардов долларов. Итак, до этого я посчитал, что дырка 26, прибавляем 20, дырка в бюджете страны и вообще для того, чтобы держаться на плаву 46 миллиардов долларов. Я вам только сейчас показал, что в национальном фонде нет денег. Для того, чтобы просто часть проблем решить, национальный фонд отдает какую-то часть, а дальше уже не может. То есть, там большая дырка. Ну, еще, кто не понимает, что такое национальный фонд, это не бесконечная такая, скажем, денежная масса, оттуда как из тумбочки вытаскиваешь, вытаскиваешь, этого нет. Чтобы вы понимали, национальный фонд формировался при высоких, формировался при высоких ценах на нефть и другое сырье, металл и все прочее. И сейчас в национальный фонд никакие деньги не будут поступать, и они уже не поступают, потому что цены на нефть упали, цены на сырье падают, и значит, национальный фонд, он будет только опустошаться. Но я вам сейчас показал, 46 миллиардов долларов, это прямая минимальная дырка, будет фактически у нашей страны. Соответственно, я могу уверенно сказать, что денег в национальном фонде нет. Теперь вернемся к деньгам национального банка. У национального банка, к сожалению, такая же ситуация. Основные средства вложены в ценные бумаги. Да, там есть часть в золоте. Это наиболее ликвидный актив, порядка 14-15 миллиардов долларов, активы размещены в золоте. Поэтому, если речь идет о поддержке бизнеса, дырок бюджета и все прочее, фактически, национальный банк вынужден будет продать свои активы, например, золото. Между прочим, это не пустой разговор. В России сегодня вышло решение, подписанное парламентом, о продаже золота и других золотых активов, слитков, которым обладает страна. То есть, фактически, Россия уже начинает продавать золото, чтобы закрыть дырки в бюджете страны. Нас ждет, к сожалению, то же самое. Поэтому, уважаемые друзья, вы должны понимать, что в национальном фонде денег нет, уже нет, уже не будет. Именно поэтому Назарбаев обращается с просьбой, с мольбой, чтобы все скинули какие-то суммы. Но вы же знаете, что у вас денег нет. Дальше. Теперь давайте вернемся к национальному фонду. На самом деле, и эти деньги, Назарбаев, которые сейчас будут нужны, он их не даст, чтобы вы понимали. После моего выступления, я уверен, что Такаев соберет экстренно своих министров финансов, председателей Национального банка, он их спрашивает, а что, Мухтар прав? И, конечно же, они все скажут, что бюджет минимум 10 миллиардов долларов не соберет, минимум, дырка, что в национальном фонде по сути денег нет, потому что эти ценные бумаги, которые есть, под них нужно пойти, заложить, взять займы. Назарбаев никогда на это не пойдет. Он воспринимает, что национальный фонд это его личная собственность. И вот представьте себе, что Такаев или Масимов придут к Назарбаеву и скажут, вот, Нустанович, надо тут вот бумаги ценные заложить и мы соберем, может быть, 20% от стоимости этих бумаг деньги. Он скажет, эй, вы что? Ну, вот так он разговаривает, вы что? Вы же мне говорили, что это шикарные бумаги, что вот мы положили миллиард, а на миллиард даже больше стоит. Как так получается в лучшем случае 20%? Они будут ему рассказывать, что мировые рынки упали, что все обесценились. Он это будет не слышать, потому что он привык, что это национальный фонд, это его личный карман. Он финансирует разные программы, банкам дарит деньги, которые его банки. Закрывает какие-то свои бездарные дырки. И тут приходит Такаев или Масимов или министр финансов и говорят, знаете, вот максимум полгода, все, конец. До конца года этих денег вообще не будет. Национальный фонд будет ноль, национальный банк практически останется тоже без денег, потому что нужно подать золотые запасы. Он когда услышит, он будет в ужасе. Ну, вы понимаете, что в этом случае полетят головы. И каждый из них будет бояться прийти Назарбаеву и сообщить плохие новости. Соответственно, ну, деньги нужны населению сейчас. Сейчас люди ходят в акиматы, требуют материальную помощь. И давление будет нарастать. И ни один человек не придет завтра к Назарбаеву и не скажет, а давайте ну что, то, что вы считали как бы есть деньги, ну давайте на него хотя бы 20 процентов получим и будем спасать ситуацию. Не найдется такого человека, а если найдется, он расправится с любым, который ему принесет такие новости, потому что он скажет, как же так? 60 миллиардов долларов, вы вчера говорили, плюс проценты, я всем хвастался, а выясняется, что там ничего нет. Ну, вы понимаете, голову полетят. Ну, и мебель тоже в щепки разнесут в лице Такаева. Поэтому каждый из них побоится, и я все это говорю для чего? Для того, чтобы Назарбаев узнал правду. Конечно же, ему придут, доложат, потому что у него много каналов поступления информации, ему скажут, а вот Мухтар сказал, что денег-то нет. Он скажет, как нет? Ну вот, послушайте, что он сказал. Вот, к сожалению, вот такая вот ситуация. Ну, я могу сказать, что, судя по всему, Хасамжамарт плохо представляет вообще ситуацию с деньгами. Ему тоже в полной мере не докладывают. Вот сегодняшний мой эфир как раз, по сути, посвящен правительству Токаеву, Назарбаеву, Кариму Масимову, чтобы они внимательно посмотрели и убедились в том, что, а денег-то уже нет. Ну, и хорошая новость, хорошая новость, наверное, надо похвалить Токаева. Вот мы предлагали врачам, всем медицинским работникам, водителям, всем произвести доплаты в течение трех месяцев. Вот. Мы предлагали, чтобы население хотя бы выплатили по 50 тысяч тенге, включая младенцев, когда на семью будет минимум 200 или 400 тысяч тенге. Это сейчас это как глоток воздуха. Ну, и у нас было предложение понизить цены на бензин в два раза. Чтобы вы знали, в мире цены уже упали на бензин в три раза. А у нас как стоит цена, так и стоит. Вот он сегодня объявил о поддержке медиков. Ну, я хочу сказать, что Хасмжимар молодец, хоть как-то продвинулся. Вот тут беспрецедентно на три месяца врачам среднего, младшего, медработник инфекционных стационаров, написано, включая отделение реанимации, которые отнесены к группе очень высокого риска, в течение трех месяцев будет доплачивать 850 тысяч тенге. приблизительно 1800 долларов. Это невероятно для наших условий. Врачи, средние и младшие медработники стационаров скорой помощи входят в группу высокого риска. Надбавка 425 тысяч тенге, порядка 900 долларов. Ну что, Хасмжимар, правильно двигаешься, двигайся. И врачи, средние и младшие медработники, также водители скорой помощи, это 212 тысяч извините, 212 тысяч тенге, 450 долларов. Это хороший ход, Хасмжимар. Я все время говорю, что те меры, которые мы озвучиваем, это они направлены на то, чтобы стабилизировать текущую ситуацию. Безусловно, смена режима произойдет и очень скоро. Но мы не хотим приходить на руины. Мы хотим, чтобы был максимально эффективно использован тот потенциал, который у нас есть, есть у нашей страны, даже при вашем бездарном управлении. Ну, единственное, конечно, есть момент, что узбеки собрали фонд миллиард долларов. Там собрался Шадиев, ну, еще несколько этнических узбеков, которые работают в России. И, понятно, по команде Путина и согласия, они собрали миллиард долларов, буквально их там четыре человека. Ну, и Шадиев работает в Казахстане, все свои доходы он зарабатывает в Казахстане, и это деньги, которые получает с активов стоимости внутри страны, минимум 20 миллиардов долларов. Это гигантские заводы, производящие ферросплавы, алюминий и все прочее. И вот представьте, это наш узбек на самом деле, хоть он гражданин Узбекистана, как бы формально, и Бельгии, по-моему, и России, там, у него много гражданств. И вот он, зарабатывая у нас, 200 миллионов долларов, бросил в этот фонд. Ну, правда, он сейчас отрицает, потому что его зажали. А тут Назарбаев, своих родственников напряг, они собрали кое-как 41 миллион долларов. Ну, я считаю, это просто позор. Тут три человека, партнеры Назарбаева, которые все деньги снимают с нашей страны, бесплатно получили гигантские активы на сумму минимум 20 миллиардов долларов, качают деньги с начала 90-х годов, где-то с 96-го года. Их общее состояние троих, только официальное, оценивается в 10 миллиардов долларов. Это официальное, в реальности это значительно выше, как вы понимали. И вот они вообще ничего не пожертвовали. Ну, по сути, Назарбаев не пожертвовал. Вот, поэтому первый шаг Духаев сделал. Сегодня я рассказываю о ситуации с Национальным фондом, показываю, что там денег нет. Первое. Второе, что эти деньги даже и есть, Назарбаев не хочет отдавать. И в-третьих, вопрос, если денег нет, как будут профинансированы эти большие программы на 10 миллиардов долларов? Как будет закрыт бюджет страны, если сейчас нефтяные цены рухнут? В течение полугода на рынок труда выйдет дополнительно около миллиона безработных. Как эти проблемы будет решать правительство Назарбаева? Конечно же, они вам не ответят, они вам рассказывают, что мы будем делать там крутые вещи, все выйдем, но сам факт, что министр Абаев вышел и заявил, что они возьмут 1,8 триллиона тенге в Национальном фонде, и якобы в бюджете страны уже заложено 2,1 триллиона тенге на финансирование бизнеса на сумму 10 миллиардов долларов, это говорит о лжи, потому что никакие деньги на этот год, на эти проблемы не учитывались, цена на нефть была заложена в бюджете 55 долларов, а сейчас уже 23, и как вы понимаете, денег нет и в бюджете страны, то есть нету 10 миллиардов долларов. Поэтому что будет делать правительство? Правительство сейчас возникает ситуация, или они будут расходовать золотой запас Национального банка страны, есть порядка около 15 миллиардов долларов, второе, они просто напечатывают деньги пустые, раздадут эти деньги, но это приведет к обвалу тенге, потому что эти деньги не обеспечены, пустые, это бумажки, будет дикой инфляции, сейчас цены на продовольствие выросли на 30-50%, после того, как на этой и на следующей неделе произойдет обвал цен на нефть, курс тенге до конца апреля достигнет минимум 600. А представьте себе, что когда эта помощь, так называемая, будет осуществляться, когда вот дефицит бюджета будет покрываться за счет печатания денег, в тенге вы можете не удивиться, увидите и 700, и 800. То есть ваши доходы останутся на прежнем уровне, то есть те, кто еще на работе, имеет работу, а курс тенге 600, 700, 800, это вот перспектива ближайших месяцев, максимум полугода. Вот, к сожалению, вот такая ситуация. Поэтому был вопрос, есть ли деньги в национальном фонде, я вам говорю, что этих денег нет, на них невозможно получить деньги, ценные бумаги настолько обесценились, они не пользуются спросом, что на них серьезные ресурсы собрать невозможно. Вот, собственно, ответ на что такое национальный фонд, наши резервы, есть ли деньги. К сожалению, вот такая печальная ситуация. Еще, я, конечно же, расскажу вам не сейчас, это в следующих эвирах, о трагичной ситуации, которая сложилась с нашими пенсионными активами. Уважаемые пенсионеры, ваши деньги сейчас уже обесценились, и, к сожалению, я могу констатировать, что пенсионные ваши деньги обесцениваются многократно. То есть, те пенсии, которые вы накапливали годами, они уже сейчас обесценились. Это я сделаю тоже по этому поводу отдельный эфир. Итак, что мы скажем? Резюмируем, денег в национальном фонде нет, Назарбаев вынужден будет опустошать национальный банк, именно не фонд, а именно национальный банк, где около 29 миллиардов долларов формально как бы есть, но в реальности они могут золотой запас только использовать. Ну и в-третьих, самое главное, если правительство не будет действовать сейчас быстро и немедленно, не оказывать меры поддержки бизнесу, о которых я говорил, меры поддержки списывать проценты на 3 месяца людям, это 7 миллионов 700 тысяч человек, наступит крах банковского сектора. Из 20 триллионов тенге, выданных на рынок населению, юридическим лицам, минимум половину банки недосчитаются, они обанкротятся и, соответственно, там пропадут ваши вклады, то есть, ваши вклады под угрозой. Ближайшие несколько месяцев, если вы держите тенге, они, во-первых, уже обесценились, ближайшие несколько месяцев наступает ситуация, когда вы можете не получить свои вклады, которые вы держите в банках, они фактически будут банкротами. Если Такаев не будет быстро действовать, я имею в виду, по сути, Назарбарев, потому что Такаев ничего не понимает, то есть, не будут данные соответствующие команды, банковский сектор будет полностью уничтожен. Кто-то будет говорить, что я тут злые прогнозы говорю и так далее. К сожалению, к сожалению, все мои прогнозы, вы видите, по экономике подтверждаются, потому что сейчас создалась уникальная ситуация, которой не было как минимум сто лет. И я анализирую все мировые данные, все мировые прогнозы, я их накладываю на Казахстан, к сожалению, мои прогнозы еще оптимистичны, ситуация будет гораздо хуже. Конечно же возникает вопрос, а что же делать? Что же делать? Я снова и снова хочу сказать следующее. В ближайший месяц два тысячи людей будут штурмовать Акиматы, требовать, чтобы была им помощь. В ближайшие месяцы у нас будет количество зараженных очень много. Наши люди еще до конца не осознают масштабы бедствия. Сейчас не хватает места в морге. Гигантские павильоны, выставочные, превращают места, где по сути дела хранят гробы. Я вам говорю, ту ситуацию, которая сейчас наращивается. Еще пик распространения коронавируса не прошел. И поэтому у нас будут такие же проблемы. Очень серьезные, особенно с учетом того, что наше население не готовится к властью, не рассказывается реальная правда, скрывается информация о количестве заболевших. Вы видите, автобусах переполненных люди ходят, свободно гуляют. Вот сегодня я видел в центре занятости сотни людей толкаются, пытаются пробиться в помещение, все без масок и тому подобное. И поэтому последствия от развития коронавируса нас ждут еще впереди. Поэтому уважаемые друзья, надо брать ситуацию под контроль. В первую очередь надо следить за своим здоровьем. Второе, я сказал, что скоро будут люди штурмовать, требовать деньги. Если сейчас это правительство не окажет экстренную помощь, то ситуация будет очень плохая. Мне опять говорят, что зачем ты помогаешь такая, я помогаю не такая, помогаю своей стране. Вот они сделали шаг правильный в сторону финансирования медицинских работников. Я это приветствую. Сейчас надо срочно сделать, оказать помощь населению, минимум по 50 тысяч каждому выделить надо, пока деньги есть. В-третьих, нужно срочно делать скидки. Бензин должен быть в два раза дешевле, минимум. И если эти действия все время вовремя не делать, ситуация будет накаляться как можно вообще удивительно с такой скоростью будет накаляться. Вы даже не узнаете свою страну, потому что вчера была одна ситуация, проходит неделя, другая, все поменялось, люди озлоблены, начинают штурмовать акиматы и дело кончится очень плохо. Поэтому я, к сожалению, вынужден все эти прогнозы говорить, рассказывать, чтобы вы знали реальную картину. Реальность такова, что нынешнее правительство, сам Назарбаев, за 30 лет угробили всю экономику, они не построили диверсифицированную экономику. сырьевая страна, если бы мы производили основные разные товары, нам не нужно было тратить валюту, а наоборот мы бы экспортировали, то за 30 лет, если бы все это было построено, мы бы находились в ситуации, как в Европе, например, или как в Америке, в которой не требуется гигантский импорт и отвлекать свои ресурсы. Поэтому, уважаемые друзья, это, собственно, крах той самой политики, о которой Назарбаев говорил, он назвал столицу своим именем, университеты, институты, проспекты, наставил везде памятники, и вы сейчас видите, полный крах его политики, полный крах. И самое тяжелое в этой ситуации, что народ молчит, народ боится, какая-то кучка, по сути дела, держит всю ситуацию под контролем, они вывели из страны миллиарды долларов, и когда наступит критическая ситуация, они просто попытаются убежать из страны. Прямо сейчас не могут, но через пару месяцев, когда откроются границы, они в состоянии будут убежать, у них за рубежом недвижимость, огромные ресурсы сконструированы, а мы останемся, что называется, у разбитого корыта. Поэтому прямо сейчас нужно требовать, прямо сейчас объединяться, прямо сейчас нужно подключаться к каналам 16-12 в ютюбе, каналам Мухтара Блязов в ютюбе. Вы должны слышать правду, наступит момент, наступит очень скоро, мы призовем всю страну выйти на улицы, и только таким образом мы добьемся полной смены режима, и мы добьемся изменения. Наша команда демократической выборы Казахстана ясно представляет, как выйти из этого кризиса. Мы четко понимаем, что гигантские активы Назарбаева, которые еще есть в стране, они будут конфискованы. В нашей стране огромные возможности, поэтому, конечно, мы сейчас должны быть в тревоге, мы сейчас должны объединяться, решать все эти проблемы, мы должны для себя четко понимать, что эта политическая верхушка проблемы не решит, они только усугубят, потому что они не действуют быстро, они не действуют энергично, потому что там сидят неспособные и неталантливые люди, которые собрались по клановому признаку, по родовому признаку, там нет места профессионалам, а это будет только тогда, когда народ будет контролировать власть, когда именно в результате отбора и конкуренции во главе нашей страны станут действительно профессиональные и талантливые люди, болеющие за нашу страну, и они есть, их очень много, и вы их знаете лично, просто эта власть не дает им возможность поднять голову, проявить свой талант, наиболее активных это власть репрессирует, преследует, пабрикует уголовные дела, но вы должны знать одно, Назарбаевы приходят и уходят, уходят и приходят разные преступники, народ остается, страна остается, у нашей страны огромные возможности, и мы в состоянии выйти из любого кризиса, сейчас главная проблема нашей страны, так называемый коронавирус, это Нурсултан Назарбаев с его верхушкой, с его близким окружением, и вы сейчас в ближайшие месяцы увидите обнажиться вся преступная политика, которую проводил Нурсултан Назарбаев все эти годы, будут назревать конфликты, будут масса проблемы, будут у людей проблемы с ресурсами, будет у кого-то голод, миллион человек минимум потеряет работу, масса проблем, они сейчас происходят, вы видите все это, и поэтому выход один хирургический, мы должны добиться смены режима, так что уважаемые друзья, объединяемся, подключаемся к нашим аккаунтам в ютюбе, фейсбуке и так далее, таким образом вы получаете правдивую информацию, мы объединяемся, мобилизуемся, и очень скоро наступит день, когда мы призовем нашу страну выйти на улицы страны и сменить этот режим. Алга Казахстан!